Всем привет! С вами подкаст Русского Дома. Подкаст о трендах, открытиях, достижениях и традициях русскоговорящего мира. Чем увлекаются молодые люди в Африке? Какова роль творчества в объединении культур? И за что африканцы любят Россию? Сегодня мы поговорим об этом и не только, с рэп-исполнителем и блогером Калемом Оу-Джи. Здравствуйте! Меня Калем зовут, Калем Оу-Джи. Кобина фамилия Исаак-Калем, имя, да? Я в России уже 5-6 лет прилетел сюда в 2018 году по футе, чтобы учиться. Отучился и решил дальше жить и строить свою жизнь, карьеру вот здесь, в России. А сталкивались ли вы с трудностями в адаптации, когда сюда приехали? К чему было сложнее всего привыкнуть? Ну, на самом деле, сложности всегда есть и везде есть, как бы. Но для меня это вообще было не так сложно, потому что я умею адаптироваться, да, вот в любой ситуации, в любом месте, как бы. Я умею, у меня сначала были проблемы с языком, да, я прилетел, вообще ничего не знал. Я думал, что мне никогда не получится выучить этот язык, потому что это был второй раз, как бы. Я уже до этого знал 5-6 языков, вот. И я так быстро, у меня получилось вообще быстро изучать, улучшить язык и начал общаться, как бы. И с погодой тоже, как бы, не как привычно было, да, вот, типа, первый раз, ну, типа, испытывал зиму, да, вот. Но я как-то нормально, как бы, адаптировал. И я еще узнал, что это мой любимый сезон. Вот вы увлекаетесь музыкой, а молодежь в Гане у вас на родине, чем увлекается обычно? Сильно ли они отличаются от нашей молодежи и их интересы в том числе? Ну, конечно, в Гане вообще, ну, здесь культура совсем другая, да, вот. Вот, и в Гане тоже, как бы, есть тоже совсем другая культура, да, и другие увлечения, как бы. Перед тем, как я сюда приехал, у меня были совсем другие, там, увлечения. Я занимался другими делами и так далее. Прилетел сюда, и я нашел себя. Несмотря на то, что, как бы, там, я перестал заниматься, ну, теми делами, теми, там, увлечениями, но мне все равно нравится, как в Гане люди танцуют постоянно, люди там создают что-то руками и так далее, да, вот. Там намного легче это делать. Я помню, моя мама меня учила, как делать, вот, мыло для, ну, посуды, чтобы мыть посуду, посуду еще. В общем, много чем, да. Прилетел сюда из-за того, что здесь совсем другая атмосфера, другая культура. Мне пришлось как-то, вот, перейти, ну, адаптировать, типа, вот. И здесь уже занимаюсь, там, музыкой, как-то. У меня есть свой блог, канал, где-то там, вду, там, всякие, там, блоги, там, рассказывай, там, снимай контент и так далее. Мне это тоже очень нравится, понимаете, вот. Несмотря на то, что это, ну, типа, отличается немножко от ганской культуры, как бы, как там, они не смотрят именно, им нравится больше, там, музыку. На ваш взгляд, как творчество может помочь преодолеть культурные барьеры и стереотипы между нашими странами? Вот, смотрите, как я всегда говорю, да, вот, стереотипы всегда, ну, они были и до сих пор есть. Несмотря на то, что они там немножко сижают, сижают вот потихонечку, да. Вот, но если будем, как бы, слушать, допустим, вот здесь люди, я не знаю, насколько там люди слушают русскую музыку здесь, но здесь сейчас люди слушают африканскую музыку, и есть такой жанр, афробит, который вас сейчас покоряет мир, везде есть. Вы, наверное, слышали вот песню, baby, calm down, calm down, это афробит из Нигерии, да. Афробит – это жанр, на самом деле, из Гани, из Нигерии тоже, вот, создалась в Гане, и в Нигерии уже начали, там, вот, пределы, вот, потихонечку, вот, сейчас везде есть. Вот, благодаря этому жанру, да, вот, сейчас люди уже там много чего знают про Африку, и они начали уже там переосмысливать, вот, там, типа, свои, там, это, мнения про Африку и так далее, потому что до этого, до того, как сюда прилетел, вообще было хуже. Вот, спрашивая, что вы знаете про Африку, и то, что люди мне рассказывали, ну, честно, не очень приятно было там, слушать, да, потому что они смотрели какие-то влоги, какие-то блогеры им показывали, но, благодаря, вот, музыке, сейчас уже люди, вот, они видят то, что он там, на самом деле, существует в Африке, какие там крутые, красивые достопримечательности, да, вот, то, что есть в Африке, и часто туда летают люди, на самом деле, в Занзебар, блин, постоянно русские там летают, там, отдыхают, в Ганне тоже есть русские, в Нигерии, везде, в Египте, ну, Египте, это уже там, конечно, Африка, но другая часть, да, вот, поэтому это все благодаря музыке. Вот сейчас они, вот сейчас часто делают, вот, всякие, там, туры, там, танцевальные, там, это, форумы и так далее, вот, организуют, вот, в России, вот, в этом же году, уже там, пять-шесть, там, африканских артистов уже прилетели сюда, чтобы вступать, и там были русские, очень много, кайфовали, отдыхали, нормально. А какие шаги могут предпринять артисты и молодежь для укрепления связи между Африкой и Россией? Это сотрудничество, международное сотрудничество, да, вот, мне кажется, вот здесь Министерство культуры должно вот открывать, ну, они уже делают, но хочется, да, вот побольше, вот, таких движений, да, вот, чтобы они открывали двери, вот, нашим артистам, да, организовали, я помню, вот, год или два года назад, у меня было вот такое желание что-нибудь, вот, что-то в таком формате организовать, да, потому что есть очень много хороших, крутых артистов, вот, в Африке, есть еще здесь. Несмотря на то, что Ганна, это, ну, не совсем большая страна, да, вот, как бы, можно как-то, вот, делать, ну, как бы, совмещать, какие-то фиты, какие-то совместные проекты делать, это все помогает и усиляет, там, отношения, вот, между Африкой и, как бы, Россией. Вот, я вижу, сейчас есть очень много, там, продвижений, как бы, в политике между Африкой и Россией, в, как бы, не только в политике, а и в других сферах тоже. Но нам в творчество, в творчество и сферы тоже нужно вот такое продвижение. Мне кажется, это очень-очень-очень, там, поможет нам, как бы, продвигаться и усилять, вот, отношения между нами, вот. Как у ваших же соотечественников в Гане, в Африке вызвать такое же желание изучать российскую культуру? Есть очень много, очень много людей из Африки, из моих, там, из моей аудитории, которые хотят сюда приехать, потому что я им все показываю. У меня там есть, ну, там, каналы для, ну, типа, моих, вот, допустим, для африканских, там, это, и есть еще для русских, да, вот, каналы, вот. И, как бы, я им все показываю. Они смотрят, смотрят, и с каждым днем любовь к России, там, ну, становится больше и больше и больше. Потому что до этого, я помню, до этого, при этом, как все, приехал, да, вот. Я в Калатоке, что ты делаешь в России, как бы, там, зачем ты туда поехал и так далее, вот. Но спустя, там, два года уже, там, они, там, начали, там, смотреть и, там, приосмысливаться, там, понять, что здесь уже все круто, здесь кайф. Я им показываю всякие фестивали, всякие, там, мероприятия, там, как это называется. Еще всякие, там, праздники, там, день города, типа, 8 марта. Все там показываю, все им показываю, да, вот, типа, как вот люди здесь живут, что они делают, когда наступает, ну, когда наступает Новый год, когда все показывают. Им очень нравится, и они любят президента тоже. Они любят его, как бы, говорят, что он их как-то, ну, он для них кумир, да, вот, как-то, ну, ну, сильный, сильный, целеустремленный, как бы, и никогда не сдается, вот, говорят. Вот, как бы, они уже знают, они смотрят, они все понимают, как-то, и мне пишут. И чтобы вы знали, я постоянно им помогаю, ну, студентам, да, вот, чтобы сюда приехать, вот, прямо, как я сделал по квоте, каждый год им помогаю, как бы, ну, 5-6-7 человек. Просто им показывают, что надо, да, подавать документы и так далее, чтобы получилось сюда по квоте приехать в Россию. Насколько мы знаем, вы принимали участие в «Уральской ночи музыки» в этом году. Это первое подобное мероприятие для вас. Вообще, расскажите о своем опыте взаимодействия с российскими артистами или проектами. Есть ли какие-то примеры успешных коллабораций между вами и российскими артистами? Я не скажу, что это первое, потому что я выступаю почти везде. и в политических мероприятиях, и, как бы, в неполитических мероприятиях, да. Но там то, что было, это вообще нереально, это мне очень понравилось. Моё вступление, как всегда, было, ну, не хочу ловаться, да, вот, но это было, это то, что люди говорят, одно из самых ключей вот той ночи, да, вот. Это было очень супер, очень круто. Вот, почему я это говорю? Потому что я чувствовал, я видел, вот, как они отдыхали вместе с нами, как они прямо кайфовали люди, толпа, они там кричали. И несмотря на то, что песни на английском языке было, да, им очень нравится. И мне кажется, давно же пора продвигать вот, ну, такую тему вот здесь. Вот, я вижу, что, хотел добавить, я вижу, как люди пытаются, ну, изучать язык, язык английский вот здесь тоже в России. Им очень нравится, да, вот, как бы, для меня, для них это нереально, что какой-то африканец прилетел сюда и как-то выучил язык, и как бы нормально разговаривает, да, вы меня же понимаете, они тоже меня прекрасно понимают, когда я говорю. Вот, для них это нереально выучить английский язык, да, вот. И я как-то... постоянно и к этому мотивирую, да, вот, говорю им, что это получится. Надо как-то вот построить нормальное желание идти, чтобы делать, и все. Я за 80 месяцев выучил русский язык. Вот. И я им говорю всегда, что получится, несмотря на то, что... Конечно, я здесь, в России, там, и как бы намного легче общаться и так далее. Но здесь, в России, также есть очень много людей, которые знают английский язык и постоянно на него общаются. Есть англичане, которые даже не знают русский. Поэтому очень много способов, да, вот, можно кино смотреть. Я слушал очень много, ну, типа, музыки на русском языке. Вот, я записывал все эти слова, которые там, ну, непонятные были мне, переводил и так далее, вот. И это тоже делал. Поэтому вот такие дела, такие дела у нас вот здесь. Все получится. Давайте для завершения нашей с вами беседы назовите топ-5 российских артистов, с кем вам хотелось бы сделать фит. Сейчас у меня альбом, мини-албом, это EP называется, да, Extended Play. Вот будет, вот там есть очень много фитов с русскими артистами, с крутыми, да. Это называется Certified Hustle, это просто про мое детство и там, ну, жизнь в Гане, перед тем, как я сюда приехал и какие у меня цели были и так далее. Вот, там шесть песен, и из них там три из этих песен, вот, это фитисы русскими там артистами. Вот, и дальше у меня есть в планах делать еще совместный проект с русскими, ну, там более намного там известными, да, вот, это тоже поможет. Это будет EP или альбом какой-нибудь на русском языке. Вот, еще есть старые проекты тоже, вот, которые делал с русскими там артистами, с русскими группами, да, вот, допустим, есть группа Florida, называется это рок-группа, очень известная, вот, мы сделали очень, ну, хорошие, очень хорошие песни, там классные сделали, ну, очень приятная эта тема для ушей, короче, сделали. Это называется Нет, можно послушать везде. Есть еще рок-группа Myself, мы делали еще там песню, это называется She's a Religious, вот, слушайте, еще даже успел сотрудничать, ну, там, сотрудничать с TNT, с Moose TV и так далее. Есть еще песни, проекты мы делали для Show Tanty 2, да, мы сделали телеалбом для них, вот, поэтому слушайте тоже. Белый-синий, красный-черный-белый, но не синий, синий-синий, синий, God bless me, дай мне силы, get it, Белый-синий, красный-черный-белый, но не синий, God bless me, God, let me силы. Субтитры создавал DimaTorzok